Всем привет! Сегодня мой ролик будет о том, как укоренить бугенбилью. Для укоренения очень хорошо подходит, когда черенок нарезается темно-зеленой до коричневого состояния, вот эта кора, допустим, вот здесь, да, вот это вот намного хуже и дольше укореняется. Так что вот здесь вот я беру черенок, как сразу наискосок. Вот такой черенок. И сейчас покажу, как я укореняю бугенбилью. Вот этот вот, здесь вот можно возле почки вот так наискосок сделать. Вот это место будем сажать в грунт. Она, кстати, и в воде хорошо укореняется. Ну вот я вам покажу способ укоренения, стопроцентный. Все, что угодно укоренится. Я возьму вот такой стаканчик маленький, у меня здесь два, там сделаны дырочки у меня и фенопласт положила, вместо дренажа. Ну просто землю, не обязательно, знаете, какой-то грунт особый, просто цветочный грунт обычный. Так, нужно еще посыпать. Теперь это нужно хорошо смочить. Хорошо его увлажнить нужно. Увлажнить нужно так почву, чтобы из дырочек, которые у нас есть, стаканчики, просочилась вода. Потому что мы потом в течение долгого времени, вот пока наш черенок не прорастет, поливать ничего не нужно. Вот, видите, капать начало, значит все. И мы черенок просто в корневин чуть-чуть припудрим его. Маленько припудрили, и теперь просто его туда я вот так вот втыкаю. И вот здесь пальчиком вот это вот хорошо утрамбовать почву. Вот так. Вот, замечательно. И теперь вот этот стаканчик поставим в тепличку. Тепличку я сделала вот такую вот. Я просто бутылочку обрезала. Так, вот так вот опущу. То есть, соответственно, если стаканчиков будет много, то так как, да, как такой пластиковый, знаете, контейнер, и закрыть крышкой. Я буду использовать вот так вот. И теперь вот так вот. Вот. Вот, вот что получилось. Да, еще совсем забыла. Ну, этого достаточно. Можно потом, знаете, как сделать? Можно вот в эту вот на дно чуть водички добавить. Это можно потом будет, например, через недельку, например. Чтобы создать микроклимат такой, знаете, влаженную среду для черенка. Ну, здесь, соответственно, там крышечка, если бы у меня просто потерялась. Просто закрывайте крышечкой, и все. И можно потом немножко воздух пропускать. А первое время прям даже не надо вообще ничего трогать. Ей будет там комфортно. У нее будет свой микроклимат. И она очень хорошо укореняется. А я просто, наверное, сделаю вот такую пробочку из салфетки. Вот как-то так. И поставить в теплое, светлое место. Я вот здесь вот посадила тоже вот черенки у меня. И, кстати, вот еще скажу. Вот такой способ черенкования, они уже начинают почки расти недели через 2. 2-3 недели. Черенок укореняется. Вот мой тоже вот результат я вам показываю. Ну, здесь вот я, знаете, сделала, видите как? У меня тоже было накрыто бутылкой отрезанной. От 5-ти литровки. И вот в чем здесь неудобство? Просто, что землю уже можно, как бы, видите, я насыпала. Я не садила каждый стаканчик. И вот сейчас трудности у меня будут. Их нужно сейчас пересадить будет в отдельные стаканчики. Потому что, вот у них, видите, уже там корешочки такие прям хорошие. И сейчас я каждую веточку посажу в отдельный стаканчик. Я приготовила вот такие вот контейнера. Здесь у меня пенопласт вот так вот насыпанный. Грунт я использую просто универсальный. Ну, сейчас вот нужно как-то так вот аккуратно их отсюда достать. Я думаю, просто, чтобы не травмировать, я вот эту вот бутылку разрежу полностью. Потому что в таком возрасте самое главное не повредить корешочки. А корешочки у них сейчас довольно-таки хрупкие. Это у меня бугенвилия, сок махровый, розовый. Я ее просто обстригала и решила вот укоренить несколько. Прям хочу вот так вот ее все растричь. Сейчас сразу буду брать горшочек, насыпать туда грунт. И сажать. Вот они там уже переклились. И вообще не знаю, как я их буду туда доставать. Вот вообще. Вот в этом-то вот и сложность, когда в один контейнер их сажаешь, а потом... Очень сложно их оттуда потом будет извлечь. Просто все с друг другом переплелись. Вот здесь вот я вытащила. Вот корешочки. У него корневая система очень хорошо и быстро очень разрастается. Ну, вроде бы аккуратненько. Ничего я корешочки у нее не оторвала. Так, первую пересадила. Вторую. Эти-то вот прям вообще хорошие. Экземпляры. Ох. Прям страшно. Здесь прям все в корнях. Все где-то запутался. Ага, вот. Вот-вот-вот, видите как. Вот так вот я его... Я буду присыпать. Я очень люблю это растение. Кому интересно, зайдите на мой канал. У меня там очень много роликов. И у меня очень много сортов бугенвилии. Они у меня и цветут хорошо. Так, вот этот вот еще... Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Прям вот вообще... О, вот, вроде бы вытянула корешочки. Надеюсь, болеть они у меня не будут. После такой пересадки. Ну вот, еще две осталось. Ох, здесь вообще вот этот вот переплелся. Сильно прям... Сильно переплелся. С соседним череночком. Ну вот, вроде бы. Вот у этого корешочки. Ох, какие хорошие вообще. Замечательные. Замечательные корешочки. И вот поэтому лучше, конечно, сажать их в отдельные стаканчики. Чтоб они наращивали корневую, крепли. А только потом уже делать перевал в большее. Ну... Просто места у меня мало. Поставить абсолютно некуда. Поэтому я их посадила вместе. Ну, бургенвилья, как вы знаете, очень солнцелюбивая. Она любит тепло. Солнце любит. Если ей этих условий не создать, то она у вас цвести не будет. Она просто будет гнать листья. Горшочки. Ну, не обязательно ее прям, знаете, она любит тесные горшки. Вернее, она любит и большие горшки, то что и наращивать корневую. А вообще цветет очень хорошо в тесных горшках. Что если посадить ее в большой горшок, то она будет наращивать листву и корневую систему. То есть померяем просто прям, чтобы сантиметр. Толщина пальца. Также вот у меня большая бургенвилья, я ее с 30-ти литрового, наверное, ну, 35-ти посадила в 50-ти литровый. Вот она у меня еще не цветет, потому что наращивает себе корневую. И погнала себе листья. Ну, я думаю, она весной или даже зимой. Но, в принципе, у меня подсветка на балконе. И ей, в принципе, достаточно. У меня и зимой она цветет. Я думаю, она порадует меня еще цветами. Тем более, я еще привела на нее другие сорта. Прививки прижились. И думаю, прям порадует меня. Может, даже цветение к Новому году. Ну, вот что получилось. Я их теперь поставлю на солнечное место. Ну, постараюсь, по крайней мере, его найти, потому что все заставлено растениями на лодуши. Ну, тем не менее, я им найду место. Где они будут себя прекрасно чувствовать. Ну, сейчас подытожим мое видео. Ну, что я могу сказать, что бугенвилья хорошо укореняется. И в грунте укореняется хорошо вот таким способом. И в воде она тоже хорошо укореняется. Но в воде, наверное, подольше будет. Здесь вот как-то быстрее. Особенно вот так вот, если ей плечевую создать, она прям вообще хорошо укореняется. Вот эти вот бугенвильи у меня укоренялись в грунте, который я сегодня рассадила. Они укоренялись где-то недели три. И они дали вот, почки дали. Вот сейчас и месяца два. Когда я их сажала, просто видео где-то не могу найти. И вот поэтому вам сделала вот такое вот сегодня. Показала, как это я делаю. Могу сказать, это стопроцентный результат. Ну все, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok